Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы беседуем со священником Павлом Коньковым, руководителем молодежного отдела Рязанской епархии. Здравствуйте! Добрый день! Сегодняшняя тема у нас «Великий пост», который начался. Давайте, наверное, начнем с общего понятия, что же это такое Великий пост. Великий пост — это особое время подготовки к светлому Христову воскресенью, к Пасхе. Пост великий, называется великим не зря, самый большой, самый трудный, тяжелый, но поскольку тут должна быть пропорция. Чем больше праздник, тем больше и ответственнее подготовка к нему. Вот и готовимся мы к Пасхе особым образом. И пост — это комплексное времяпрепровождение, когда мы стараемся ограничивать себя в развлечениях, в пустом времяпрепровождении. Такое время, как оно называется в богослужебных книгах — весна духовная. А весной, когда все расцветает, мы стараемся как-то активизироваться. И вот великим постом мы стараемся как-то сделать все то, до чего раньше руки не доходили. И если человек давно хотел сделать какое-то доброе дело — вот сейчас пора. Если давно не читал книгу экклезиаста — вот пора. Если человек давно обещал кому-то приехать и навестить — самое лучшее время. И великий пост никогда не является самоцелью. Это всегда средство к достижению больше, более важного дела. И, как мы уже сказали, дело важное самое — это у нас воскресение Христово. Как сказал апостол Павел, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, т.е. пуста, тщетно и упование наше, т.е. надежда. Поэтому мы прославляем Христа и Христа воскресшего, а великий пост — это особая подготовка к этому событию. Насколько я знаю, подготовка к Великому посту, она начинается, ну, скажем так, не с этого понедельника, не с первого понедельника, она идет еще с масленичной недели. Вот что это за подготовка такая? Как подготовить себя к Великому посту? Для этого у нас есть три недели до начала Великого поста. Даже три? Да. Они плавно... Вообще, это такая общая традиция церкви, когда мы плавно входим в события и тоже плавненько из него выходим. Поэтому у нас есть такие понятия предпразднства и пост попразднства, любого события, любого праздника. Вот и пост, он начинается в определенный день, а подготовка к нему начинается заранее. Сначала интеллектуальное, особые евангельские чтения, особые события, которые нас уже плавненько готовят к тому, что надо быть более внимательным, более чутким и надо как-то уже задуматься о каких-то вещах, например, страшный суд, прощение, милосердие. Потом идет подготовка, сначала небольшое ослабление идет в пище, а потом, наоборот, первая неделя перед постом мы сначала исключаем там мясную пищу, а богослужения, наоборот, чуть-чуть удлиняются. И в пост мы входим уже с такими слегка подготовленными. Это нормально, потому что если сразу, знаете, с кондачка начать поститься, многие говорят, могу только первую неделю, потом ничего не выходит, а потому что резко начал, резко начал, и потом энтузиазм заканчивается, и человеку становится уже очень трудно. Поэтому мы плавно, аккуратно входим в пост, и всегда подготовка длится довольно-таки продолжительное время. Ну вот сам пост, я позволю себе такое слово, поправьте меня, если я не прав, это такой немножечко мрачняк. То есть это же 40 дней подготовки к... это воздержание в пище, богослужения становятся такие более темные, более мрачные. Вот почему вот такая вот аура темноты, страшности, наверное? Почему все так? Ну на самом деле страха-то никакого нет. Вот мрак, он по большей части, потому что службы долгие, уже темно становится на улице. Никакого мрака в текстологическом плане мы вообще не видим. Наоборот, радости побольше, на самом-то деле. Просто нет такого ликования, как будет на Пасху. Вообще пост очень похож на, знаете, на подготовку. Вот когда человек готовится к чему-то, например, к выступлению, или там к проведению какого-то мероприятия, то наоборот, для подготовки хочется посидеть в тишине. Посидеть в тишине и сосредоточиться на том, что будет. Любые какие-то важные мероприятия требуют концентрации, внимания. И походя многие вещи, если мы будем делать необдуманно, то они пройдут мимо нашего сознания. Знаете, сейчас такое модное слово в популярной психологии – осознанность. Надо все делать осознанно. И пост, по сути, это как раз про осознанность. Мрачника, ну, я бы не сказал. Поклоны – да, аскеза – да, она есть. И она есть не только в церковном мире. Ну, например, когда человек наконец-таки вдруг с понедельника все же мало того, что думает, но приходит в спортзал, да, не просто думает об этом, а пришел. И даже потом еще и в среду, и в пятницу пришел. Потом к пятницу у него начинает ужасно все болеть, потому что организм перестраивается на новые, скажем так, активные занятия. Великий пост – это примерно проактивные занятия. Это когда человек активизируется не только, скажем так, он уделяет внимание духовному больше, чем во все остальное время остального года. И, конечно, порою это выглядит несколько странно, тяжеловато, особенно, повторюсь, непривычки. Но когда человек входит в такой ритм Великого Поста, особенно если сейчас же 21 век на дворе, все тексты открыты, у нас нет никаких тайн. Кто-то говорит, мы ничего не понимаем. Ну, то почитай на службе, заранее почитай. Все есть, все открыто, общедоступно, и никаких тайн. Просто было бы желание понять это. И когда мы погрузимся, если так вот внимательно почитаем тексты, то даже когда авторы-составители говорят о покаянии, приводят во внимание грехи человека, какие-то страсти, пороки, то это все не с целью запугать. Это с целью пробудить для радости, чтобы оставить прошлые грехи, прежние страсти, освободить в жизни место для счастья и для радости. И вот этому посвящается многое-многое время и многие смыслы текстов Великого Поста. Вы очень любопытную вещь сказали, что это больше духовно. Ну, потому что пост в большинстве своем, в последнее время, по крайней мере, сейчас, наверное, лучше с этим стало, он ассоциировался с каким-то физическим перевоплощением, что человек от чего-то отказывается, начинает там как-то менять свои привычки. Но вот что главнее, да, духовное или физическое? И вот как это духовное, ну, видимо, духовное, да, и как это духовное правильно, ну, как сказать, наверное, воспитать, поменять, изменить в нужную сторону? Нельзя, пока мы живы, отрывать физическое от духовного. Мы же связаны, у нас все вместе, у нас и тело, и дух, и душа, все в одном. Соответственно, пост в этой трихотомии заключается. Мы активизируемся не только духовно, но и душевно, но и телесно. И все это взаимосвязано. И говоря о том, что важнее, важно все. Нельзя говорить, что я там не смотрю котиков в интернете, но, значит, буду там объедаться чем-то. Кстати, даже постной пищей тоже можно так объесться, что никакого поста и не получится. Но мы все же ратуем за дисциплину в плане послушания. И есть определенные меры, определенные границы поста. Ну, например, мы не едим пищу животного происхождения в это время. Хорошо? Да, хорошо. Интересно в том, что... Интерес еще заключается в том, что в церкви есть многообразие. Мы, если бы постились весь год вот так, то, наверное, там на третий мы бы уже слегли в больничку. Хотя есть у нас монахи, которые так постятся. И ничего, кстати, живо-здорово. У нас многообразие. И вот сейчас период воздержания. Потом будет период большего, скажем так, разнообразия. И самое главное здесь не ставить вот этих вешек, приоритетов. Я там не ем, зато, значит, там буду смотреть. Или там я не хожу в театр, зато там буду ехать. Нужно все. Потому что, когда мы заботимся о голове, не заботимся о ногах или наоборот, то организм страдает весь. Так же и человек. Если мы будем задумываться, заботиться о душе, но не будем заботиться о теле, пострадает человек. Поэтому мы комплексно подходим к вопросу. Можно ли войти в Великий пост не с понедельника, а вот там, допустим, остается 20 дней, остается 10 дней, и человек хватается за голову и думает, боже мой, я же такое событие пропускаю или там, я же такое переосмыслил. Могу ли я стать частью подготовки к этому великому событию, к воскрешению Христову? Вот. Вот за этот период времени можно ли войти и сказать, здравствуйте, теперь я с вами, ребят? В принципе, безусловно, потому что, когда приходит осознание, тогда и надо. Потому что самое, наверное, трудное, когда человек в церкви не понимает, что происходит, и не в этом даже трагедия. Трагедия в том, что он не хочет понимать. Вот это самая большая трагедия, которая может быть. Поэтому, если человек осознание, так вот, знаете, он проснулся утром, никак в жизни не постился, а тут остается 3 дня до Пасхи, он такой, пора, и уже хорошо. На Пасху всегда в храмах читается послание Иоанна Златоуста, который говорит, что придите все, постящиеся, не постящиеся, а готовящиеся, не готовящиеся, войдите в радость Господу нашего. Потому что это важно. У нас порой перегибы заключаются в том, что на подготовку к причастию или к Пасхе уделяется больше внимания, чем самому причастию или Пасхе. И вот в этом плане нужно понимать, что если бы, святость заключалась в едении или неедении, то святыми были бы коровы, самыми святыми. А дело не в том, что ты ешь. Хотя это важно, мы говорили об этом, да, в плане аскезы. Это как, например, питание для атлета. Важно? Важно. Без этого можно достичь результатов? Можно, но не таких. Если человек осознал, что для него это важно, то неважно, когда он это осознал. Главное, что будет потом. Потому что у нас таких энтузиастов полстраны с понедельника начинает новую жизнь в любой сфере. Но начинают ли они в понедельник? Нет. Мы, к сожалению, вы знаете, путаем целеполагание твердое с воодушевлением эмоциональным. Также очень многие люди говорят, я верю в Бога. Путая веру и просто интеллектуальную допустимость того, что есть высший разум. Это разные вещи. И вот в этом ключе осознал, хочешь поменять свою жизнь? Начинай. Можно начинать. Даже для того, чтобы быть с нами, быть вместе, можно даже начинать после Пасхи. Но главное не откладывать. Как, наверное, внутренне надо себя подготовить, наставить к тому, чтобы войти в этот радостный праздник в воскресенье? Во-первых, нужно понимать, что вообще происходит. Если нам больше лет 12, то, конечно, крайне важно знать, что вообще, ради чего все это. Во-вторых, тут надо понимать, наверное, принимать во внимание, что все это из-за любви. Из-за любви Божьей к нам. Вот если бы Бог нас не любил, Он бы не пришел, Он бы не страдал, Он бы на крест не зашел. Его бы не били камнями, Его бы там не били головой, по голове тростью. Его не мучили бы, а Он не дал себя мучить, если бы не любовь к нам. И вот когда мы акцентируем внимание на любви Божьей к нам, вот тут все плавненько выстраивается на свои места. Потому что тут сразу уходит на второй план, как куличи освещать, где куда свечку ставить. Это не столь существенно. Важным является ответ на любовь. И когда мы видим любовь человека к нам, мы же как-то пытаемся понять, как нам теперь жить с этим. И вот у нас есть, как сейчас интересное слово, инсайт. Вот у нас есть инсайт. Бог нас любит. Он ради нас зашел на крест. И воскрес для того, чтобы открыть нам двери рая. И вот теперь как мне с этим жить? А я еще крещен. Мои родители решили, что этот путь для меня важен. И как мне теперь с этим жить? И вот в этих мыслях и должна бы подходить подготовка к Пасхе. Как мне с этим жить? Что это для меня? Для меня это важно? Если важно, то как я на это буду реагировать? Хочу ли я быть соучастником радости? Хочу ли я быть соучастником небесного царства Отца, который сказал, что оно создано от сложения мира для нас, для последователей Христа? Насколько я к этому не просто интеллектуально тяготею, а жизнь я свою меняю под это дело или нет? И вот эти мысли, они, собственно говоря, являются такой, знаете, самоанализом. Хорошим, качественным, грамотным самоанализом. Как и в любой сфере. Профессионал я или не профессионал? Нормальный я семьянин или ненормальный я семьянин? Какой я отец, хороший или плохой? Какой я друг, хороший или плохой? Мы же постоянно себя так как-то анализируем, стараемся оценивать по своей какой-то шкале, не оправдывая, но и себя не утаптывая в грязь. Стараемся объективно подойти к этому вопросу. Вот и когда мы говорим о Пасхе и о Великом Посте, естественно, это вопрос самоанализа, самоидентификации. Если мы видим в себе какие-то недостатки, что-то мы не доделали, что-то где-то какие-то порогалы. И знаете, когда человек собирает картинку пазла, вот у него какой-то вид, пятно не закрыто, надо потихонечку. Вот сейчас есть время как раз для того, чтобы закрыть эти какие-то темные или там пустые, пустоты в своем сознании или в практике. Потому что, как говоря, о христианстве, конечно, мы не можем говорить, что это только все только у меня в голове. Это же практика, это же руки и ноги, это наше пребывание в храме. А когда человек пребывает в храме, прям физически, ногами, то к нему все остальное нарастает. Все знания, навыки, что делать, что не делать. Отец Павел, спасибо, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин